Коллеги, рядом со мной Георгий Ичкариули, наш спикер деловой сессии. И сессия закончилась буквально минутку назад. Здравствуйте, Георгий. Добрый день, Сергей. Расскажите, пожалуйста, немножко, какие темы были сегодня затронуты. Может быть, вы рассказывали какой-то опыт именно вашей компании «Бетховен». Я был в сессии, которая называется «Ритейл настоящего». Соответственно, мы больше всего говорили о текущем моменте и то, как ритейл его переживает. Как же? Нас всех очень интересует. Как же ритейл переживает сейчас эти месяцы? Ну, во-первых, он его переживает на данный момент, то есть не умирает, а живет дальше. Во-вторых, он готовится к следующему какому-то этапу в условиях очень большой неопределенности, которая в ключевых аспектах бизнеса сейчас присутствует. И это и неопределенность с предложением, и неопределенность со спросом. Где вот эти две кривые теперь найдут друг друга, предстоит выяснить в ближайшие три месяца, например. Вот расскажите, на сессии была больше констатация того, что сейчас происходит, без выводов и аналитики и намечания того вектора, куда мы пойдем? Или все же какие-то шаги были намечены? Нам задавали, собственно, вопросы с точки зрения, что мы делаем с сетью, продолжаем открывать, замерли, закрываем и так далее. Так что мы, ну, собственно, ответ нашей сети, что мы в основном сейчас, условно говоря, замерли. То есть мы не видим сейчас пока таких серьезных, такой стабилизации, которая бы позволила продолжать рост. Но мы не видим и ситуации, когда надо что-то там резко закрывать. То есть какие-то отдельные корректирующие шаги будут сделаны. Есть битва за аренду и арендные условия, которые тоже, возможно, как бы смену каких-то локаций об условиях. Но, в общем и целом, сеть остается. И ключевым, наверное, сейчас конкурентным преимуществом, как ни странно, становится просто постоянное наличие товара в сети. Да, вот такой вопрос. Мы все понимаем, что фуд, когда работает, понятно, что он чаще всего на себе менее испытывает какие-то колебания, потому что люди всегда хотят кушать. Мы говорили с представителями фэшн, которые говорили, как обстоят дела, что люди хотят все-таки одеваться, да, но порой иногда там придерживают свой кошелек. Как дело обстоит на рынке товаров для животных? Насколько сильно мы любим своих животных и перестали ли мы тратить деньги или наоборот стараемся теперь оградить всяческие заботы и любовь у своих питомцев? Ну, животные, как и люди, кушать не перестанут. Поэтому чем-то их кормить нужно. И здесь будет ключевой вопрос, доступны ли те продукты, которыми мы привыкли животные кормить. И очень часто, к сожалению, вопрос, нет, более они недоступны, потому что это проблемы как бы с определенными импортными поставками, с определенными странами, из которых сейчас поставки не идут. Вот, поэтому наша задача это обеспечить возможность клиенту иметь выбор, иметь выбор квалифицированный, и мы как экспертная, так сказать, собственно говоря, сеть должны иметь возможность сказать, чем кормить, что хорошо для здоровья, и иметь вот этот ассортимент. Вот, собственно говоря, весь челлендж состоит в том, чтобы на данный момент на полке было как можно больше и как можно более полная, так сказать, представленность того, что вообще доступно на рынке. Всем, наверное, понятно, что, например, там костюмчики для собак, ошейники, какие-то лоточки и так далее, это штука, которую мы всегда сможем сделать, и российское импортозамещение в этом плане будет работать на полную, даже если вдруг какие-то сферы сейчас пострадали. Что у нас с кормами? Это очень важный вопрос. Например, есть ли в России русские бренды с полностью русскими ингредиентами, премиум и супер премиум качество? Ну, во-первых, не соглашусь, что легко заменить, так сказать, аксессуарную часть, но здесь меньше рисков, потому что это в основном все китайского производства, и эти поставки продолжают идти, просто вопрос в курсе и в логистике, которая может подорожать. Но здесь как бы перебоев как бы особо не предвидится. Что касается кормов, российского производства качественные корма есть, но они как бы есть вот скорее в премиальном сегменте. Вот такой очень высокий супер премиум, который везет из развитых стран, начиная от Канады, США, Англии и так далее. То есть где это довольно высокотехнологические производства, и в России их можно сделать, но на это потребуются годы, чтобы это воспроизвести. Вот, хороший базовый уровень у нас есть, и есть также производство в России тоже больших мультинациональных компаний, Mars Nestle, Royal Canin, которые обеспечивают, ну, очень-очень хорошее премиальное качество. Я так понял, за животных в принципе можно не переживать. Вы как профессионал делаете все для того, чтобы сеть росла, и как минимум покупатели не испытывали какого-то недовольства от отсутствия ассортимента. И поэтому хочется вам пожелать в вашей борьбе удачи, и надеюсь, все, и наши питомцы тоже будут счастливы. Спасибо, я надеюсь, что мы все с честью выдержим это испытание тоже. Спасибо большое. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!